С вечера поссорились супруги, говорили много резких слов. Сгоряча не поняли друг друга, напрочь позабыли про любовь. Утром мужу на работу рано, а на сердце горечи печать. За ночь глупость ссоры осознал он. Подошел жену поцеловать, не спала, но все же притворилась. Отвернула в сторону лицо, в глубине обида затаилась, как удав, свернувшийся кольцом. Дверь закрыл, не словно прощанье, за двора на окна посмотрел. Если б они знали, если б знали, что ушел из дома насовсем. А жена привычными делами, как всегда, своими занялась. Детское бельишко постирала, борщ сварила, в доме прибралась. Чистый пол, помытая посуда, и с работы скоро муж придет. Я с ним разговаривать не буду, пусть прощение просит, пусть поймет. Гордость в сердце вздыбилась высоко, первые к нему не подойду. По ролям разыгрывалась ссора, в воспаленном дьяволом мозгу. В шесть пробила, в семь и пол восьмого, неподвижна дверь, молчит порог. И в тревоге что-то сердце ноет, где же задержаться так он мог? Вдруг какой-то крик и суматоха, чей-то голос, плачущий на взрыд. И соседский мальчуган Алёха, крикнула, запыхавшись, в шахте взрыв, взрыв. Совсем коротенькое слово, сердце будто в клочья порвало. Нет, она к такому не готова. Может, жив он, может, повезло. И в слезах по улице бежала, вспоминая с болью прошлый день. Как в обиде злилась и кричала, застилала разум злоб и тень. С заведенной куклой повторяла, мой родной, о, только бы не ты. Я б к твоим ногам сейчас упала, прошептав короткое, прости. Им бы знать вчера, что будет завтра, по-другому всё могло бы быть. Смерть, как вор, приходит так внезапно, не оставив шанса долюбить. Прогремит неумолимо грозно приговор его не изменить. Исправлять ошибки слишком поздно. С этой болью ей придётся жить. Люди, будьте к ближним своим мягче. Относитесь с нежностью, добром. И не обижайте. А иначе можно горько каяться потом.